Я сидела за компьютером, себя в коридоре, почувствовала запах гари. Подошла к мужу, говорю, что-то горит, где-то бумагу. И туда же сама вышла в коридор. Там было темно, даже вытянутая рука, ничего не видно. Я быстрее звонить в МЧС. Набрала 104 пошивки. Там, говорят, газ. Набрала 101. Говорят, к вам уже едут. Дышите через мокрое полотенце, положите полотенце под дверь, чтобы к вам не источился этот самый. Я почувствовала вначале в одной комнате с угла, как бы, такой дымок, но я не поверила. Я начала обходить всю квартиру и заметила вот здесь вот углу, как иней. Такой дым поднимался. Естественно, я заволновалась. Я потом подняла глаза и обратила внимание на балкон, что он весь черный. А муж пошел открывать дверь, и когда он зашел, он был синюшный. То есть он окно пытался открыть, чтобы хоть как-то... Боковое окно открыть. То есть у него глаза были какие-то странные. Я испугалась даже за него. Я начала выскакивать на балкон и услышала, как сосед кричит, что я задыхаюсь. Я сообразила сразу, что что-то произошло. Я схватила ключи и побежала вниз. Уже ребята с девятого этажа, молодые люди, они прибежали. Так как у них звонок не работал, мы позвонили соседке. И когда соседка с кашлем открыла дверь, этим дымом и ее, и нас всех как бы окутало сразу. Мы стояли на балконе. Уже видели, что пожарная одна, вторая, третья, четвертая скорая. Мы уже это видели. Ну, ждали. Пришли ребята. Тут начало все задымлять. А как? Я первый раз как-то начала все как-то, это самое, дым. Я тут начала пытаться окна сначала открыть, потом я их позакрывала. Балкон весь открыла. А потом пришли ребята. Я вам очень благодарна. Молодцы ребята. Очень оперативно. Я с испугу, такие у тапочках, и собаку еле нашла в этом дыму. И ребята тут же нас помогли мне. И спустились мы на первый этаж. Морально мы как-то чувствовали себя не в своей тарелке, особенно вот 442-й. То есть она пыталась нам, а мы в это время на балконе. Она одна живет. Конечно, ей было очень. Мы то хоть как-то общались, как-то друг друга поддерживали. Ну, страшно было. То есть очень как-то в такой ситуации не были. Мне тяжело дышать было. А с собой я ничего не взяла. Я как вот была, так и выскочила, потому что я не знала, где гореть. Ну, конечно. Откуда я знаю, что, в каком состоянии. Но было страшно. Это дыма, дыма такая завеса, что я первый раз такое вижу. Насчет работников МЧС, да, то есть мы видели, как слаженно работают, как стараются вот через окно там подавать воду. Это мы все видели. То есть это самое. Здесь тоже мы слышали, мы не видели, потому что дверь была закрыта, но мы слышали, как поступали команды там, допустим, делайте то, делайте то. То есть в квартире было слышно. Вот это точно. Они молодцы, хоть они очень молодые, бегали, как не знаю, что. Ну, и оказали помощь, конечно. Ну, лично мне, да. А там и действительно, конечно, оказали. Я вышла, у меня закружилась голова, там стояла скорая, это самое, они померили мне давление, слава Богу, и все, больше я не нуждалась. И поднималась я вместе с ними, они думают, мало ли, мне плохо, или что, помочь, поднести, или что такое. Поддохните, все, постойте, все такое. Так что я, например, благодарна им за это. Осталось хорошее впечатление. Продолжение следует...